привет друзья с вами алексей и сегодня мы посмотрим демо версию футбол менеджер а 22 ну и составим собственное представление о ней мне писали в комментариях разное писали что она точно такая же как 21 часть было противоположное мнение что это совсем другая игра и там все по другому вот мы и посмотрим но главное конечно что меня интересует эта статистика поправили они те косяки дикие просто которые были в 21 фами ну кроме того 3d движок изменился он как-то или нет с 21 части ну и нам вполне хватит демо версии чтобы ответить на все эти вопросы давайте начнем быстрый старт у другого варианта нет поиграем и наверное за московская динамо мне заодно хочется посмотреть молодых талантов которые в этом клубе присутствуют ну вот здесь пока все то же самое абсолютно ноги все отчеты пусть нам отправят пресс-конференции надо не думаешь там что-то меня хотя ладно давайте оставим товарищеский матч нет я сам назначу товарничок итак посмотрим пропустить не надо мне ничего здесь ну во вкладке состав вообще ничего не поменялось эти глянем тюкавина 15 завершения правда 8 выносливость но я бы не так оценил константина с выносливостью там полный порядок а вот завершением нет гурулев да дриблинг добавили гурулеву захарян наше все так сказать тоже выносливость 8 правда 18 лет может добавят в остальном скиллы хорошие роман евгеньев по-прежнему очень хороший защитник правда скорость по-моему у него было побольше ладно это на самом деле не самое главное а камличенко по-прежнему топовый форвард хотя он уже успел провалить два сезона совершенно верно вот после возвращения из чехии у него было три мяча и четыре в двух чемпионатах подряд тем не менее он по-прежнему очень хороший игрок так кладка коллектив иерархия социальные группы это все было это все было центр аналитики вот этого не было но это делегировать обязанности то есть это все можно было и до этого делать в вкладке с персоналом а а вот это что такое эффективность команды и где ладно отчет последние пять матчей можно посмотреть ну короче говоря в принципе все эти данные были и раньше но сейчас они сделаны отдельно просто то есть раньше тоже можно было после матча посмотреть например куда шли удары вот такую же точно вот картинку да вот положительная сторона отрицательная сторона это все и раньше было перед каждым матчем нам рассказывали про соперника сейчас мы можем зайти сюда в любой момент получается а там просто перед игрой нам показывали все эти данные или после игры если мы уже сыграли матч нам показывали про эффективность команды что мы делали в каких зонах и так далее ладно посмотрим как это будет работать позже персонал ничего нового тренировки те же самые тренировки насколько я здесь вижу атака вратарские полевые игроки ну да все все то же самое окей отмена медицинский центр ну то же самое расписание естественно но не могло поменяться вряд ли они бы стали это делать селекция вот тоже важный момент что селекции у нас задание приоритеты скаутов поиск игрока но тут то же самое данил уткин в аренде из краснодара самый дорогой игрок который идет ну из тех кто в нашем поле зрения находится трансферный центр по-моему это все то же самое клубная стратегия отдельно вынесли вкладочку но знаете в чем проблема вот этой клубной стратегии в том что ты менять не можешь то есть вот зашел эту вкладку но здесь ничего не нажимается абсолютно и так уже давно если раньше ты мог как-то поменять эту клубную стратегию то есть ты не хочешь например развивать молодых игроков и ты мог при заключении контракта поторговаться сделать так чтобы это убрать из стратегии клуба долгосрочной сейчас это ничего делать не может просто принимаешь и все окей финансы ровно то же самое что и было центр развития поменялось ли здесь что-то ровным счетом ничего хотя нет от молодые кандидаты можно посмотреть прям характеристики а или как же навязчиво это обучение давайте оформим сделку мы продлили ему контракт получается ну судя вот по этим ребятам оригин и таким же говном остались как были в предыдущих частях вот посмотрите фланговый полузащитник 13 дриблинг отличный показатель 4 завершения атак 3 самообладания ну и прекрасная скорость то есть по-прежнему играть дальше там 6 7 сезонов не будет никакого смысла с регенами вот с 2015 года где считаю были лучшие регены в fm 15 ничего не меняется полное говно вот у нас крайний защитник с навесами 5 допустим и игрой без меча 5 ни один из этих игроков не заиграет хорошо еще один фланговый защитник с навесами 4 игрой без меча вообще 2 то есть как бы смольников анюков которые там открывались в разрез защитников да это все не ориентир для молодежи в fm тот же марио фернандес ребята разработчики вообще футбол смотрите или вам просто лень это все переделывать не может современный крайний защитник обладать вот такими скиллами у него должны скорее быть вот такие скиллы как у скопинсова например вот это крайний защитник современные 14 дриблинг 11 навес 11 игра без мяча то есть игра без мяча больше выбор позиции скорость есть у него опека 10 отбору 10 выбор позиции 9 оборонительные скиллы хуже чем атакующие вот это типичный середняк должен быть крайний защитник даже не середняк это ниже среднего уровня а у вас короче эта игра тоже на 6 7 сезонов максимум пока не постареют ребята которые там начали игры есть потому что потом регены будут заполнять всякие команды слабые потому что сильные будут перекупать всех лучших не регенов на некоторых позициях и играть уже станет совсем неинтересно это как в ньюкассы например когда у меня карьера была я там долго играл и там уже в английской лиге ты apel там за огромные деньги просто там за 120 миллионов скупали последних вот этих вот молодых вундеркиндов которые на момент начала игры были там крутыми ну как крутыми они на самом деле не крутые они середнячки это далеко не месси и не роналду но их там покупали за 115 миллионов потому что но просто реген были таким говном что нормальных клубах они вообще не играли оригены играли во всяких там кристалл пелосах и тому подобных и мы их там по 80 разносили так ладно давайте уже посмотрим матч какой-нибудь организуем товарничок у нас тут со спартаком 2 я думаю что мы его сейчас отменим сыграем мы с ростовом товарищеский матч но и давайте тактику создадим но вот владение под контролем например это все оставляем по умолчанию появилась новая роль крайне центральный защитник окей это повод это повод поменять расстановочку мы сыграем 5 2 3 по схеме тем более что у нас есть скопинцев и сейчас вот это важно крайне центральный защитник посмотрим но им просто добавили инструкции оставаться на краях но вы понимаете что это когда мяч у команды вопрос в том как они будут располагаться когда мяч у соперников здесь никаких новых инструкций я не вижу мы сейчас понаблюдаем в игре я поставлю расширенные настройки сейчас потестируем ну как минимум они до этого додумались что при тактике в 3 центральных защитника у вот этих игроков другой функционал чем при тактике в 2 центральных защитника на встрече с команды ровно то же самое что и было пресс-конференция все то же самое ну возможно какие то вопросы добавили но в целом спешно покинем зал окей как то так я поставил футболистов Лищук на воротах Евгениев Ордец и Плиев тройка центральных защитников кстати Лищук стал гораздо более приятным голкипером чем в прошлых частях ему добавили взаимодействие которое сейчас 12 хороший вратарь на самом деле так центральных защитников я представил Лаксальт у Динамо кстати почему он не играет в реальности хороший левый защитник Варрелла справа Захарян и Морро Захарян блуждающий плеймейкер Морро разрушитель Грулев слева в роли крайнего полузащитника атаки Шиманский полуфланговый правый полузащитник и Тюкавин оттянутый форвард он конечно чистый форвард но ладно попробуем так нам советует игра вот такие роли то есть роли я не менял ну кроме атаки я вот здесь поставил футболистов в атаку потому что если бы я этого не сделал у меня только один игрок с акцентом в атаку был бы так я не выбрал замены ну давайте сделаем окей что у нас по настройкам развернутый обзор давайте так посмотрим так мы тем временем пропустили но меня больше занимает вот этот дерьмо не ну сейчас я разберусь потому что с этим говном на пол экрана я играть не намерен а все вот сейчас выключил отлично захарян играет в центр ордец плиев как то очень медленно двигаются футболисты или у меня комп тормозит просто лаксальт плиев ну ну вроде какие то анимации финтов добавили моро будет бить дальний удар немного я побыстрее сделаю вот так вот так статистика у нас пока три удара у соперника один и они забили гол тюкавин переводит направо здесь у меня варелла будет простреливать навес и грулев головой ну это то что было в двадцать первом афэме когда вот эти крайние полузащитники гораздо чаще били поворотом головой если у них есть прыгучесть чем ногами я помню что у меня пушников был просто легендой нижнего новгорода забивал кучу голов головой потом правда это как то немножко пофиксили тюкавин с передачи лаксальта с фланга с навеса понятно опять навеса значит ну пока ладно конечно рано делать выводы но тем не менее вот такой вот гол от тюкавина не самого высокого футболиста но у него там прыгучесть тринадцать если я не ошибаюсь да тринадцать прыгучесть десять сила пятнадцать игра головой грулев отыгрывает назад захарян здесь моро ордец евгеньев евгеньев варелла на правом фланге сейчас будут простреливать и мы забьем очередной голос прострела а грулев очередной удар головой сделал ну понятно понятно в общем по-прежнему прыгучесть как в двадцать первом офеме это ключевой параметр для крайнего полузащитника если вы играете с ними но на самом деле такая фигня только в двадцать первом офеме случилось до этого я не замечал чтобы крайние полузащитники много забивали с навесов тюкавин тем временем забивает второй гол и забивает он с передачи шиманский и это кстати хорошо почему потому что раньше инсайды и вообще полуфланговые игроки то есть с правой ногой на левом фланге и наоборот они в основном лупили поворотом в таких ситуациях сейчас же видите более реалистично сыграли в стенку и тюкавин забил два один мы вышли вперед байромян подает с угла поля и момент возле наших ворот дальний удар еще момент наверное стоит расширенный убрать потому что как-то слишком много моментов захарян на тюкавина морал налево лаксальт он быстрый но вот побежал грулев на лаксальта ну кстати фпс вот могу сказать у меня в районе 60 держится вообще там ниже пятидесяти семи не проседает это хорошо то есть в целом с оптимизацией проблем нет однако картинка выглядит так как будто она ну не знаю подтормаживает мне так кажется по крайней мере вот посмотрите что сейчас делают на фланге в одной зоне абсолютно в одной зоне крайний защитник крайне нападающий у меня если вы чуть-чуть назад сейчас перемотаете то вы увидите на левом фланге двух игроков ладно давайте пообщаемся с командой и я думаю что сейчас я включу через фланги и пошире потому что у соперника расстановка с тремя центральными защитниками а у нас на флангах больше народа у нас там два человека причем у вот этого центрального защитника у Плиева и у Евгениева с другой стороны тоже есть инструкция идти поиграть шире в атаке Лаксальт играет на Грулева но Грулев зачем-то побежал в центр хотя он крайний полузащитник и по идее должен открываться на фланге ну такое тоже уже достаточно давно Шиманский а вот он идет наоборот во фланг и Грулев очередной удар головой ясно ясно понятно нам только показали три удара Грулева головой после навеса опасный момент возле наших ворот ладно давайте уберем потому что так мы никогда матч не досмотрим опасные моменты оставим Тюкавин на Шиманский может быть сейчас что-то будет навес навес Грулев очередной удар но это офсайт но тем не менее очередной удар головой от крайнего полузащитника ну да движок очень сильно напоминает двадцать первую часть почему потому что там тоже вот эти все навесы на крайних полузащитников были очень эффективны так нам Игабуна советуют выпустить вместо получившего травму Мороу но сейчас мы это сделаем я думаю когда вот этот момент закончится Шиманский теряет мяч Евгениев ну кстати вот провалов на фланге обороны я пока не вижу возможно действительно это роль работа это возможно просто Ростов играет по такой схеме где на флангах мало народу то есть это надо тестировать причем на отрезке из матчей так десяти двенадцати как минимум Грулев сыграл как инсайт сместился в центр получил передачу давай замену сделаем Захарян головой пробил ну тринадцать прыгучесть в принципе неплохая да Захарян уже там помирать должен от усталости Грулев опять головой ударил ну да ну да зачем Месси на фланге техничный и креативный лучше вот таких вот прыгучих ребят ну хотя Грулева низкая оценка но это из-за того что он очень много моментов не реализовал и у Грулев устал больше чем Тюкавин хотя у Тюкавина выносливость намного ниже мне тут еще посоветовали Захаряна поменять но это уже на результат никак не повлияло и самое интересное статистика Константин Тюкавин нанес три удара по воротам а Вячеслав Грулев нанес девять ударов по воротам причем у Грулева тринадцать воздушных дуэлей из которых он выиграл получается двенадцать правильно девяносто два процента у Ордица четырнадцать у Евгениева восемнадцать у Плиева четырнадцать ну то есть центральные защитники боролись вверху а также Грулев у Тюкавина в центре только семь подобных единоборств Шиманский игравший в роли полуфлангового полузащитника отдал шесть обостряющих вот это мне нравится то есть он не лупил по воротам бесконечно он именно отдавал обостряющие передачи и это очень и очень хорошо кроме того его связка с Варелой работала отлично посмотрите восемь обостряющих у Варелы и шесть у Шиманский сравните с показателями Грулева и Лаксальто у Лаксальто две у Грулева ноль ну получается справа фланга были навесы и Грулев слева фланга их замыкал у Варелы десять навесов из которых восемь точные у Шиманский четырнадцать навесов наверное он исполнял стандарты я так подозреваю да исполнение штрафных четырнадцать угловых тринадцать так что в целом на эти шесть обостряющих передачи Шиманский обращать особо внимание не стоит он исполнял стандарты давайте поглядим отдельно защитная но тут вот придраться особо не к чему та херня была которая в прошлом ФМе что например пять верховых единоборств и девять ключевых вот здесь такого нет здесь вот восемнадцать единоборств два ключевых четырнадцать единоборств два ключевых тринадцать одно ключевое то здесь все хорошо молодцы исправились обводки Грулев сделал пять обводок Шиманский две обводки тюкавин одну ну окей давайте у Ростова глянем что по обводкам тоже две одна то есть обводки тоже пофиксили я просто сейчас аплодирую в душе разработчикам что им потребовался целый год чтобы пофиксить обводки в их движке но это радует безусловно я только не понимаю почему обводки относятся к защитным действиям вот заблокированные удары я понимаю почему они к защитным действиям относятся а почему обводки нет есть статистика по стандартам отдельная и здесь мы можем увидеть что у Шимански шесть угловых и пять штрафных в нападении статистика в целом хорошая мне нравится единственное что что тут нереалистично и о чем мне в принципе писали в комментариях это процент точности передач посмотрите у Ордица шестьдесят передач сто процентов точности девяносто семь процентов у Морроу девяносто восемь у Евгенева даже у нападающих у Тюкавин в частности девяносто пять процентов насколько это реалистично По-моему, процентов 75 это уже хороший процент, если ты играешь в нападении точности. Вот здесь, конечно, дерьмецом-то попахивает с точки зрения точности передач. Такое ощущение, что Ростов вообще не мешал моим футболистам отдавать передачи. Ну и вот то, о чем я говорил, что аналитика вся у нас и раньше была. Вот пассы удачные, пассы неудачные. Сейчас ее, конечно, вынесли в отдельный раздел, но по факту все всегда можно было здесь посмотреть. И что касается ударов, например, откуда были забиты голы и так далее. Но меня больше волнуют ошибки, друзья. Ошибок, приведших голу ноль. Так, и что, это все ошибки, которые у вас есть? Окей. Давайте, может, в игроках посмотрим. Ошибки. Нет. Они решили просто убрать ошибки из игры. Какие красавцы, а! Подозреваю, что средняя оценка у игроков очень сильно вырастет. Хотя в прошлом FM же тоже ошибок не было. Здесь есть ошибки, приведшие к голу. Да, эти ошибки будут учитываться. Но просто ошибок, там, неточных передач, например, или чего-то подобного в игре не существует. И именно этим объясняется такой высокий процент точности передач. Потому что разработчики просто убрали ошибки из игры. Раньше отдельно были ошибки. Ну, 19 FM, 18 FM. Посмотрите сами. Зайдите вот в этот же раздел. Были ошибки. И были ошибки, приведшие к голу. Вот сейчас они простые ошибки убрали. Сейчас они никак не влияют на статистику. И именно поэтому такой высокий процент точности передач, я думаю, можно заканчивать. И подводить кое-какие итоги. В целом, 22 FM в плане статистики, аналитики лучше, чем 21. Хотя, вернее, будет сказать, он лучше, чем то лютейшее говно, каким являлся 21 FM. Однако, это далеко не лучшая статистика, которую я видел во всей серии игр. Убрали ошибки. То, что верховые единоборства сейчас считаются нормально и обводки считаются нормально, это нормально. То есть, так было всегда в FM. То есть, никаких претензий и нареканий к этому не было. Регены, судя по тем талантам, в кавычках, вот я сейчас пальцами воздушные кавычки делаю, которые у меня в центре развития, судя по всему, регены такое же лютейшее говно, каким они были с 2015 года, с 2015 FM. Поэтому, в целом, хочу сказать, что FM 15 лучше, чем FM 22. Если вы сейчас соберетесь, например, поиграть в него, то я вам гарантирую, что вы получите больше удовольствия. Особенно, если вы будете играть долго. То есть, если вы будете играть там 10-20 сезонов, вы найдете очень интересных футболистов, которые будут играть не хуже, чем те люди, которые есть в игре изначально. И вы сможете выстроить какую-то свою пирамиду. Я, наверное, знаю, почему разработчики не фиксят регенов. Потому что, если человек взял команду и отыграл в ней, например, 20-30 сезонов, а потом вышел новый FM следующего года, то я допускаю, что человеку жалко будет бросать вот эту всю свою карьеру, династию, которую он там выстроил. У него там уже молодые ребята, на которых он хочет смотреть, на их развитие. И, естественно, разработчик хочет, чтобы ему платили деньги. Это вот недавно у меня ломался холодильник, история из жизни. И ко мне пришел мастер. Он посмотрел мой холодильник и сказал, ну, у вас очень хороший холодильник. Он за ремонт потребовал там, ну, 7 тысяч рублей. Я говорю, дорого, давайте я новый куплю лучше. Он говорит, не стоит. Говорит, сейчас новые холодильники покупать не стоит. По крайней мере, дешевле там 40-50 тысяч. Я говорю, а почему? Он говорит, а изготовители делают алюминиевые там трубки какие-то, которые через год-два подлежат замене. Я говорю, а зачем они это делают? Он сказал, что люди просто идут и покупают либо новый холодильник, либо запчасти к старому. И ты можешь продать холодильник там на 20 тысяч рублей, там 15, но запчастей ты продашь на 50. Вот здесь то же самое. Чтобы люди покупали новый FM, они делают так, что долго вот в FM играть неинтересно, потому что там убогие регены и все такое. А в 2015 году люди этого не понимали, и они сделали там хороших регенов. Но это, видимо, потом пришли какие-то эффективные менеджеры в Sport Interactive и сделали вот так, как есть сейчас и как есть буквально с 16 FM. Я делал сравнение регенов 15 и 16 FM. Если вы не смотрели, то посмотрите обязательно. Где-то у меня там в плейлисте с гайдами должно быть. Может быть, я даже ссылку оставлю. Из нововведений, единственное нововведение, которое я увидел, это роль центрального защитника. И это хорошее нововведение. И это нововведение, которое я требовал уже очень давно. Однако для того, чтобы оценить, как оно действует, надо сыграть больше одного матча. Надо сыграть против команд типа Ливерпуля, которые атакуют через фланги, у которых активные крайние защитники. И надо посмотреть, будут ли мои центральные защитники, которые располагаются по бокам, страховать бровку. Будут ли они смещаться к угловому флажку. Если будут, я просто поаплодирую разработчикам. Но в инструкциях индивидуальных я не нашел никакого намека даже на то, что они это будут делать. Там просто инструкция, касаемая атакующих функций этих игроков. И самый такой последний итог. Я могу сказать, что на эту игру, наверное, стоит потратить деньги. Хотя бы для того, чтобы потестировать вот этих крайних центральных защитников, если можно так сказать. Однако, буду ли я это делать или нет, мне предстоит подумать. Потому что все-таки игра достаточно дорого стоит. Может быть, стоит подождать каких-то распродаж, скидок и так далее. В любом случае, пишите свое мнение в комментариях. Делитесь своим опытом. Если вы уже поиграли с вот этими центральными защитниками, которые ближе к флангам располагаются. Естественно, если я буду играть, если я куплю, то я буду играть в первую очередь с тактикой в три центральных защитника. Потому что все остальное это то же самое, что было в 21-м ФМе, но с исправлением вот этих ошибок в статистике. Но, к сожалению, у этого ФМа тоже есть определенные косяки в статистике, а именно процент точности передач и отсутствие ошибок. Ну, это взаимосвязанные вещи. То есть нет ошибок, соответственно, процент точности передач выше. Команда теряет мяч только в том случае, если следует перехват или если следует отбор. То, что игрок сам может просто пнуть и отдать неточную передачу, игра не учитывает. Именно благодаря этому такой высокий процент. Это я вам просто объясняю механически, как это работает. Почему такой высокий процент? Потому что мне один из зрителей писал. Так что это в любом случае хуже, чем было, например, в том же 15-м ФМе или там в 17-м или в 16-м. Там все нормально было со статистикой, там были ошибки. А в остальном ничего я тут не заметил нового. Да, этот центр аналитики, который вынесли сюда, на самом деле он был после каждого матча доступен. Можно было посмотреть и перед матчем, если у вас есть аналитик данных, он вам давал этот отчет. В персонале ничего не поменялось, в селекции ничего не поменялось. Короче, что они еще сделали, кроме как ввели этого центрального защитника? Еще надо посмотреть, как он будет работать на длинной дистанции. Если он не будет выходить к угловому флажку и страховать, то значит это нововведение тоже не работает. Может быть я этим займусь. Может быть я сыграю, допустим, там 10-20 матчей и посмотрю на центральных защитников в этой расстановке. Но на сегодня у меня в любом случае на этом все. Итак, видео гораздо дольше, чем я планировал. С вами был Алексей. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok